Ну вот с чего начинается ваш день? С чего начинается ваше утро? Мой день всегда начинается по-разному. Когда у меня есть свободное время, я очень люблю делать динамическую медитацию Оша или побегать в лесу. Очень часто бывает такое, что я делаю индивидуальные сессии с людьми или работаю на семинаре. Я очень люблю заниматься спортом. Мне нравится начинать свое утро с активных упражнений. Это очень хорошо, чтобы ваша энергия проснулась утром, потому что в этом случае у вас хватит ее на весь день. Если вы просыпаетесь утром и просто идете на работу, то это не очень хорошо. А когда вы просыпаетесь рассветом и делаете что-то такое для поднятия энергии, то вам живется гораздо лучше. У меня сегодня как раз было пару свободных часов перед тем, как сесть в самолет, и я пошел погулять в прекрасном парке в Москве. Там я покормил уток и получил море позитива. У меня есть такая животная, дикая часть внутри. Я очень люблю природу и русскую природу особенно. Я очень люблю быть окруженным природой земли. В Саратове очень хорошая энергия. Очень много зелени, Волга и замечательные люди. Но не хотелось бы вам переездить в какую-то сельскую местность в таком случае и жить в городе для того, чтобы быть максимально близким к природе? На самом деле это замечательно, какую-то часть жизни провести где-то в деревне. Очень хорошо, когда вы не просто живете в городе. Вот, например, в России у многих есть дача. Это здорово, когда обе составляющие присутствуют в жизни. И когда я жил в Америке, я очень много времени проводил и в городе, и на природе. Я работал в школе, и очень много приходилось именно работать на природе. Россия очень умная страна, потому что у русских есть не только дом в городе, но и дача. Но если у вас нет дачи, это не проблема. Вы можете в лес съездить, на Волгу. Также можно позаниматься медитацией. Сейчас мы находимся как раз в одном из центров для медитации. Нам нужно больше движения, больше энергии. Мы же все прекрасно понимаем, почему среди российских спортсменов очень много олимпийских чемпионов. Потому что они всегда в отличной форме. У них хорошее здоровье и здоровая еда. Нам нужно увеличить свою позитивную энергию, чтобы мы чувствовали радость внутри. И люди вокруг нас ее также ощущали. Хорошо, что вы понимаете, что наши олимпийские чемпионы – это здоровье и спорт, а не мельдоний, в котором нас пытаются всячески увеличить. Я был во многих местах в России и видел некоторых, кто принимает таблетки. Но большинство все-таки не делают так. Да, я понимаю. Я тоже вижу людей, которые ходят по улицам нашего города. Скажите, а если человек просыпается в очень плохом настроении? Вот ваш секрет. Вот сейчас кто-то из наших телезрителей, возможно, проснулся и совершенно не хочет выходить из дома на работу. У него куча забот. Как мы настроимся на позитивный лад? Много разных вещей. Во-первых, если вы проснулись в плохом настроении, то идите и поспите снова. Это правда. Вы же будете работать весь день, не только с утра. Много людей ко мне приходят и говорят «Мано, у меня депрессия, я принимаю препараты, и меня уже ничего не радует». Нужно сделать три вещи. Первое – это помочь им открыть позитивную энергию. Любовь, прикосновение, объятие, разговоры. Сделать что-то позитивное – караоке попеть. И второе – помочь высвободить застрявшие негативные эмоции. Пить подушку в медитации Оша. Выплеснуть негатив. И третье – это очень хорошая, здоровая еда. Я на 200% поддерживаю политику, когда нельзя курить и употреблять алкоголь в общественных местах. Это очень умно. Это убирает очень много негативной энергии из человеческого тела. И когда люди умнеют, они понимают, что им не нужно столько жареного, жирного. Им нужны более натуральные продукты. Многие зрители помнят девушку, которая пришла на передачу с анорексией. 11 лет никто не мог решить ее проблему. Другие экстрасенсы тоже не смогли. Мне она стала интересной. Я сказал, пускай она делает то, что хочет. Я использовал две из трех вещей, о которых сейчас сказал. Я дал ей много позитивной энергии и помог ей выплеснуть негативные эмоции. История была в том, что в той семье хотели мальчика. Все были очень удивлены. Вы очень привлекательный человек. Наверное, каждая мама хочет, чтобы вы вышли замуж за ее дочь. Представьте, что что-то случилось такое, что привело к такому же сейчас состоянию и вас. И два месяца каждый бы говорил, что тебе нужно стать женщиной. Тогда ты мне скажешь, Мано, я готов. Давай мне подушку. Я буду бить ее. Потому что люди нападают на тебя и не понимают тебя таким, какой ты есть. Есть огромное количество людей с анорексией и булимией. И именно Мано помогает им высвободить этот негатив внутри себя. И вы удивитесь. Но очень много матерей приходят ко мне и говорят, Мано, моему ребенку 4, 5, 6 лет, но он не разговаривает. Что делать? И я говорю, что не нужно давить на ребенка. Вообразите, что ваш ребенок собирается стать олимпийским чемпионом. И давайте ему подушку, чтобы он ее бил. Давайте ему открыть эти эмоциональные блоки. Потому что практически в 90% случаев ребенок не говорит, когда на него кричат. И родители кричат друг на друга. И я учу всех троих, маму, папу, ребенка, сначала бить подушку, потом обнимать друг друга. И после этого дети гораздо быстрее начинают говорить. Во-первых, запомните, не нужно ждать утро, чтобы проснуться в хорошем настроении. Всегда старайтесь заснуть уже в хорошем настроении. Потому что, когда вы спите в напряженном состоянии, это дополнительная нагрузка на нервную систему. Через ваши сны вы очищаетесь от негатива. Именно поэтому Оша создал более 100 медитаций. И вы можете выбрать любую и использовать ее. Или, если не хотите медицировать, то идите на прогулку, пойте, танцуйте. Это моя точка зрения. В любое время дня работайте над энергиями. Тогда вы всегда будете чувствовать позитив. И сейчас есть гораздо больше возможностей для того, чтобы это сделать по сравнению с прошлым. Россия очень сильная. А что сейчас принципиально меняется? Вам не кажется, что внутренний позитив, внутренний настрой, он не зависит от политической обстановки или от экономики? Весь мир признается, что русские люди очень сильные и умные. Любовь между людьми в России гораздо сильнее. Взаимодействие через сердечную чакру между русскими гораздо лучше, чем во всем другом мире. Больше понимания, больше дружбы, чем в любом месте, где я был до этого. В большинстве случаев это позитивно ориентировано в семье, на работе. И вот этот моральный дух гораздо сильнее, чем в других странах. Я люблю Россию. Это очень классное место. Каждый из нас на своем индивидуальном уровне. И первое, что нужно сделать, это поработать над здоровьем своего тела. Я говорю родителям, чтобы они не давали много сладкого детям. И очень важно, чтобы у людей были такие эмоциональные фитнес-классы, где они могли бы избавляться от негативных эмоций. И нужно определять каждому, сколько нужно делать упражнений в зависимости от того, что случилось. У меня есть огромный список людей, которые перестали пить, курить после моих семинаров. И этот список постоянно растет. И не важно, что человек курил 30 лет. Я просто дал ему подушку и сказал «бей». В России есть две вещи, которых нет в любой другой стране. Первая – это гречка. Вы ее больше нигде не найдете. А вторая – борщ. Это очень здоровая еда. Еда с дачи – лучшая. Нам нужно научиться подходить к тому, как мы едим и что. Еще один подарок, который хотелось бы сделать для людей – это научить их науке эмоций. Нужно быть здоровым в гармонии с самим собой. Некоторые люди просто не знают, с чего начать. Вообще, очень много людей боятся бить подушку. Они никогда раньше такого не делали. Иногда людям вначале нужен тренер, для того, чтобы научить, как высвобождать свои эмоции. Для того, чтобы научиться некоторым техникам, я обычно делаю так. Бью подушку примерно одну минуту, а потом отдыхаю. И так 4-5 раз. Тебе даже не нужно знать, по какому поводу стресс. Просто нужно высвобождать его. А сейчас компьютерный век, век технологий. Люди стали двигаться гораздо меньше. У меня последний вопрос. Скажите, сколько раз в день вы обнимаетесь? Я видел, как вас обнимались около аэропорта. Мне просто интересно. Сотни раз. Настолько много, насколько возможно. Но мне не нужно столько объятий. Это для того, чтобы поделиться с людьми позитивной энергией. Потому что, когда ты касаешься любого человека, ты делишься с ним внутренним миром. И обнимание – это самое простое для этого. Для этого не нужно много людей. И сегодня как раз мы и будем заниматься тем, что делать энергию позитивной и увеличивать ее уровень. Спасибо большое, что Саратов пытается сделать позитивным. Я очень счастлив. Какой красивый человек для интервью. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо.